В России готовятся объявить результаты псевдореферендумов, которые в течение нескольких дней проводили оккупанты на захваченных территориях Украины. Незаконное голосование проходило в подвалах, во дворах разрушенных домов, на детских площадках. Жители временно оккупированных украинских городов прятались в своих квартирах, лишь бы не участвовать в фиктивном референдуме. Вооруженные солдаты ходили по многоэтажкам и буквально вылавливали людей для голосования. Подробнее о том, сколько на самом деле людей проголосовали в Луганской области, узнаем у главы областной военной администрации Сергея Гайдай. Сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Как на самом деле проходило это псевдоголосование в полностью разрушенных россиянами городах Луганской области? Ну, со всеми нарушениями всего, что только может быть, собственно говоря. То есть это в прямом смысле фейковый референдум от начала и до конца, потому что, ну, я не знаю, любое направление взять. То, что поквартирный обход был, и было голосование за картонкой, было. То, что к людям приходили, тем, которые проголосовали на улице, их просто остановили, сказали, чтобы не проголосовали. А потом при поквартирном обходе второй раз заходили люди и говорили, так мы уже проголосовали. И говорят, ничего страшного, голосуйте еще раз. То, что вооруженные люди ходили вместе с теми, кто проводил эту кампанию, тоже было. То, что ставили просто столики возле магазинов, и все, кто заходят в магазин, их заставляли голосовать. Несмотря на то, что люди подходили и говорили, слушайте, у нас нет документа, нет паспорта, было. По результатам голосования, если посчитать все, что арестовали оккупанты, ну, получается, в принципе, интересная картина. У них проголосовали дети, у них проголосовали мертвые души. И даже если, ну, очень постараться, то, в принципе, ну, слишком много людей, явно слишком много людей проголосовало. Такого количества людей, которые они показали, их просто нет. А вы знаете, у нас включался правозащитник, и вот он рассказывал, что в некоторых селах Луганской области вот даже не было вот этого шоу с избирательными участками. Просто нарисовали цифру, и все. Да, было и такое. Дело в том, что, вы знаете, очень много людей вот в этот период написали в Директ, в разные там всевозможные интернет, какие-то мессенджеры о том, что, вот, Сергей Ильич, мы не хотим. Вот мы там взяли продуктов на три дня, мы сидим дома. Если двери не выбьют, мы голосовать не будем. Ну, и, в принципе, по происшествии этого всего, кто-то говорил, что, да, приходили, ломились в дома. Кто-то говорил, что у нас даже никого не было. И не было там, ну, целыми домами и улицами. Ну, то бишь, по большому счету, какая разница им, чья подпись-то и чья автограф. Эти все равно документы все уничтожат, завтра или послезавтра. Главное, что цифры есть. Гауляйтер Луганской области уже побежал кланяться в бункер, докладывает, что все провели. Там, я не знаю, 98 с чем-то процентов проголосовали за. Ну, то бишь, отчитается, все нормально. Вот уже восьмой день в России идет мобилизация. Повестки вручают всем подряд. На временно оккупированных территориях Луганской области, вот и до официального объявления мобилизации, ну, мужчин в прямом смысле хватали на улицах. Какая сейчас ситуация? Она усугубилась? Усугубилась в том плане, что, ну, просто пытаются найти уже всех, кто бы где бы не прятался. Знаете, долго тоже люди, ну, по полгода некоторые просто прячутся по подвалам, по чердакам. Задача поставлена четко найти всех, всех отправить на фронт, на убой. Сейчас начали мобилизировать уже медиков, потому что понимают, что больницы, в принципе, не справляются с количеством раненых и пытаются создать просто полевые госпиталя, где, ну, хоть как-то стабилизируют, попытаются стабилизировать раненых. Дело в том, что у них с медициной, конечно, катастрофа. Все оборудование, которое в Луганске, вот недавно открыли какой-то медицинский центр, они хлопали в ладоши и говорили, какие мы молодцы, мы открыли медицинский центр. Только наши врачи могут четко по этому виду рассказать, из какой больницы украдено МРТ, рентгенаппарат или другое медицинское оборудование. Очень много раненых погибает по дороге в Луганск. Скажите, а вот медиков мобилизируют и мужчин, и женщин, вот медсестер, например? В данном случае, да, им все равно. Но в военных этих палатках, в военных таких мобильных госпиталях, назовем это так, там уже привлекают туда всех. Главное, что это должен быть терапевт и хирург какой-нибудь. Вот а есть ли сейчас хоть какая-то возможность спастись вот от этой преступной мобилизации? Крайне сложно. Дело в том, что, смотрите, раньше было три варианта выезда из области оккупированной. Это через Харьков, через Данбу, через Запорожье и через Российскую Федерацию в Балтийские страны или в Грузию и дальше уже или в Европу или в Украину. На сегодняшний день в Харькове все не получится, там все обстреливается. Запорожье тоже практически на стопе. И выезд из территории оккупированной Луганской области в сторону Российской Федерации мужчинам под запретом. Не получится выезжать. Может быть, где-то сработает человеческий фактор и, в принципе, взятку кого-то пропустят. Но это уже достаточно сложно. Спасибо большое за оперативную информацию. С нами на связи был глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok